Добрый день, меня зовут Волков Константин, я владелец компании Козе Хом. В данном видео я хотел бы с вами поделиться опытом работы по франшизе. Мы в своем бизнесе достаточно активно привлекаем партнеров по франшизе. Я хотел бы остановиться на этом вопросе более детально. С точки зрения покупателя франшизы, стоит ли приобретать франшизу на примере нашего бизнеса, магазина в Козе Хом? На сегодняшний день на рынке франшиз достаточно большое количество так называемых франшиз-пустышек, где с вас берут какие-то деньги за то, что вы берете какую-то франшизу, потом не дают вам товар, не дают вам условия, вы прогораете, как результат теряете свои первоначальные вложения. Мы к каждому клиенту, к каждому партнеру относимся именно по-партнерски, потому что от успеха вашего магазина, от того, как будете зарабатывать деньги вы, напрямую зависит наша стабильность, наш заработок и наш успех в долгосрочной перспективе. Компания Козе Хом на сегодняшний момент предлагает достаточно уникальные для рынка условия по франшизе. Мы даем полностью товар на наполнение магазина за свой счет. Задача партнера фактически вложиться в ремонт магазина и обеспечить тот сервис, который компания требует, в том числе и от собственных магазинов. Мы делимся доходом 50 на 50 с компанией, которая выкупает у нас франшизу. С каждого проданного рубля 50 копеек доход предпринимателя и 50 копеек вы нам перечисляете за товар и за те услуги, которые мы вам предоставляем. Таким образом, можно достаточно легко рассчитать эффективность вашего бизнеса. Вы объем продаж делите пополам, это половина является вашим доходом. Вы считаете расходы на содержание персонала, на аренду в торговом центре. Все, что остается сверху за вычетом налогов, является вашим доходом как предпринимателя. Открытие торговой точки мы с нашими специалистами обязательно ее тестируем. Мы замираем трафик, прикидываем, какая будет внешняя конверсия, какая будет внутренняя конверсия. Делаем бизнес-план вместе с вами данного магазина и понимаем, окупитесь вы или не окупитесь. А вы понимаете, интересна вам такая окупаемость или не интересна вам такая окупаемость. Фактически риски по открытию магазина мы берем в том числе и на себя. У нас был опыт, когда франшизер не тянул свой магазин и через год работы мы у него выкупали, исходя из первоначальной стоимости его вложений. Наш партнер не потерял ни копейки. Мы забрали этот магазин и сейчас он успешно работает, потому что у компании больше возможностей вытянуть тот или иной магазин из минусов в плюс. Компания достаточно активно уже сейчас работает с франчайзи. У нас есть несколько партнеров в Москве. Есть партнеры в том числе и в других городах Российской Федерации. Средняя доходность вложений во франшизу составляет порядка 50 годовых. Для примера, если человек вложил в ремонт магазина 5,5 миллионов рублей, то где-то 2,5 миллиона рублей по итогу года он зарабатывает. Есть франшизы, которые окупаются достаточно быстро. У нас есть один региональный проект, который окупился за 3 месяца. Но это аномально высокий показатель, и его нельзя брать как среднестатистическое значение. В среднем каждый партнер окупает магазин за 2 года. Бывают при этом неудачные проекты. Как я уже рассказывал про один московский магазин, где партнер за год так и не смог ничего заработать. Но этот магазин компания забрала полностью себе, потому что мы вынуждены в сохранении каждой своей торговой точки. И он сейчас работает под управлением уже самой компании. Помимо открытия новых магазинов по франшизе, мы предлагаем так называемую серебряную франшизу. У нас на сайте по ней есть достаточно большой объем объяснений. Это когда клиент может выкупить уже работающий магазин, фактически компенсировав нам затраты на его ремонт и на открытие. В этом случае партнер рискует значительно меньше, потому что там уже известен трафик, известна статистика, известны все показатели. Фактически мы восстанавливаем свои деньги на ремонт, забираем себе и открываем еще один магазин. Клиент получает под управление уже работающий магазин с минимальными рисками и с минимальной возможностью что-либо потерять. Почему берут именно нашу франшизу? Потому что мы ведемся по-партнерски, потому что мы предлагаем весь спектр услуг, начиная от настройки системы 1С и заканчивая решением всех возникающих технических проблем. Потому что мы качественно и вовремя обеспечиваем товаром, потому что за товар за нас платить не нужно. Вы нам оплачиваете в момент выбытия его с вашего склада конечному клиенту. Ваши вложения ограничены только с суммой ремонта и оборудования в магазине. Весь неликвидный товар, весь бракованный товар мы забираем на себя, решаем этот вопрос внутри компании. И ваша задача только торговать и заниматься поддержанием хорошей, приятной атмосферы внутри магазина. Теперь я хочу остановиться на вопросе, в чем же плюс компании при продаже франшизы, если так все хорошо получается у наших партнеров. Не легче ли эти магазины развивать под собственным названием в рамках компании и не делиться этой прибылью с вами, потенциальными франшизерами. Наш плюс в том, что благодаря вам мы получаем более качественно обслуживание клиента, потому что вы находитесь на местах, ваш магазин – это ваш магазин, вы отвечаете за внутреннюю хорошую рабочую атмосферу внутри магазина и обычные показатели в партнерских магазинах растут более активно по сравнению с собственными магазинами. Второй наш плюс в том, что мы высвобождаем деньги на открытие нового магазина. Таким образом, количество точек компании увеличивается, мы имеем возможность заказывать у производителя более большие партии, получать большую скидку, ну и больше зарабатывать как компания в целом. Третий плюс – мы относимся к вам как частично к инвестору, потому что благодаря вашим инвестициям в наш же с вами магазин, компания получает возможность более качественно и более грамотно, и более сильно расти. Четвертый плюс – мы получаем вас, развитых интеллектуально экспертов нашего бизнеса, потому что обычно владельцы партнерских магазинов всегда более качественно следят за рынком и дают нам более качественную обратную связь, которая приводит к появлению новых продуктов, новых товаров, в том числе новых товарных направлений. Вот на этом симбиозе, несмотря на то, что, казалось бы, впрямую мы делимся с вами достаточно неплохой доходностью, компания на самом деле выигрывает кратно больше, приобретая в партнерах качественных, разумных, фактически коллег. В случае, если перед вами стоит выбор подобрать себе франшизу, то я советую вам обратить внимание на то, как компания относится к своим партнерам. Во-первых, почитать отзывы среди партнеров данной компании, как она поступает с вами в случае возникновения сложности, что делается с товаром, который залежался, что делается с неликвидами, нужно ли вам выкупать этот товар, на вас ли решит ответственность по продаже дальше этого товара, что делает компания в случае возникновения проблем с торговыми центрами, что делает компания во время межсезонья, потому что в каждый бизнес имеет сезонные какие-то ограничения. Мы для своих партнеров в межсезонье даем возможность набрать дебиторку, потому что май, апрель и июнь для нас низкие месяца, и для того, чтобы партнер более качественно проходил, мы позволяем уйти в небольшую дебиторочку, дабы закрывать свои повседневные потребности, с которыми они потом в последующие три месяца с нами рассчитываются. Здесь очень важно, чтобы та компания, которая предлагает вам свою франшизу, была вам как партнер, а никак не относилась к вам как просто к обычному клиенту. При партнерском отношении бизнес всегда более интересен с двух сторон. Если к вам относятся как к клиенту, то ждите, что вас будут доить, доить и доить, и прибыль будет вырабатывать только компания-владелец франшизы, а вы будете для него обычной маленькой дойной коровы. На этом все. Надеюсь, это видео позволит вам быть более компетентными в вопросах франшизы. Если у вас есть интерес к франшизе Кузюхом, то под этим видео будет описание контактов, где можно более подробно узнать про нашу франшизу. Делитесь своими комментариями, ждите следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»!